На 34 телеканале пришло время поговорить о футболе. О футболе областного значения, чемпионате Украины среди аматоров, ну и в табеле о рангах, главной темой выпуска, безусловно, стал матч пятого тура первой лиги. Обидчик СК Днепр 1 в суперфинале на Олимпийском на этот раз принимал Днепровский клуб у себя дома. Да, казалось бы, совсем недавно Агробизнес и Днепр 1 встречались в золотом матче второй лиги, и вот теперь поединок соперников на новом уровне. После столичного Олимпийского команды принимал в свои объятия Волочистский стадион «Юность». В истории Днепра 1 это первый визит в Хмельницкую область, и ожидался он весьма непростым, ведь силу Агробизнеса днепряне прочувствовали еще в столице, а тут еще и соперник забуксовал на старте сезона. Имея после четырех матчей только два набранных очка, а значит бой предстоял очень серьезный. Важно входим в сезон, потому что нужно понимать, что вторая и первая лига очень разница своим уровнем, потому что первая лига набагато сильнейшая. И тем больше мы практически все первые свои игры играли с лидерами первости. Очень тяжело играть против команды Агробизнеса. Мы это почувствовали и в Киеве, почувствовали сегодня очень крепкая команда, которая, по моему мнению, все игры, которые я видел в этом сезоне, заслуживает иметь гораздо больше очков. Команда хорошая, Днепро-1, я думаю, они будут претендовать на выход в премьер-лигу. Беззаперечный лидер первости. Мы это понимали и они достаточно здорово подселились, порівняно с матчем финальным нашим. После поражения от Харьковчан Дмитрий Михаленко несколько поменял стартовый состав команды, который до этого трижды подряд оставался без изменений. Теперь же Башлай заменил в центре обороны Лопаренко, а на стрие атаки появился Кожушка, в результате чего лучший снайпер чемпионата Кулиш начал игру на скамейке запасных. Гости активно начали матч. К традиционному контролю мяча добавились фланговые проходы с навесами в штрафную, где атакующие игроки Днепра-1 находили возможность для удара. Правда, поначалу они не несли сильной угрозы Адольскому. Его коллега Юрчук в то же время больше скучал, в основном страхуя защитников за пределами штрафной площади. Когда же Тайм минул свою середину, Днепрянам удалась результативная атака. Кожушка скинул мяч под удар Когуту, и лучший снайпер команды минувшего сезона от души отвел обиду на соперники за киевский проигрыш. После гола картина на поле не изменилась. Не уставала работать связка Кожушка-Когут, но дубль-2 у Игоря не получился выше ворот. Продолжали агрессивно играть на флангах Назаренко и Чичиков, в результате чего защитникам приходилось крайне тяжело ликвидировать опасности у своих ворот. Пытался к ассисту добавить гол и Кожушка, но Олегу в этот день не хватало точного завершающего удара. Второй тайм стал логичным продолжением первой половины игры. Вновь на удар выходят Когут и Кожушка, но прицел у них сбился. Свой первый опасный момент в матче хозяева создали только на 56-й минуте, когда Скакун оказался с мячом штрафной Днепра 1, но переиграть Юрчука ему не удалось. В остальном днепряне полностью контролировали игру, не позволяя вольностей сопернику, при этом регулярно стараясь обстреливать ворота Адольского. Лишь в заключительные минуты матча агробизнесу удалось создать видимость давления, но при этом именно Днепр 1 должен был забивать. Особенно не повезло щедрому упустившего два отличных шанса снять все вопросы в матче. В итоге 1-0. Днепр 1 берет реванш за обидное поражение в Киеве. После победы в Волоческе Днепр 1 вышел на чистое второе место, благо харьковчане дома традиционно уступили пивоварам. Порадовала болельщиков днепрян и ничья в матче «Колос-Авангард», где два претендента на повышение потеряли по 2 очка. На данном этапе плотность турнирной таблицы зашкаливает. Третье и одиннадцатые места разделяют всего 3 очка. Ну а все мы теперь в предвкушении матча «Днепр 1-болынь». Матч лидеров в следующем туре на Днепр-арене.